Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос прямо, да, то есть непосредственно, то для того, чтобы восстановить отношения, вам нужно, во-первых, перестать быть гордой. Это однозначно абсолютно, это так быть гордость. Гордость восстановления отношений, не лучший помощник, вот. Значит, это, во-первых, во-вторых, вам нужно увидеть, именно увидеть, свои причины, почему именно вы. Человеку начали выносить мозг, как вы говорите, вот, и так далее, да, то есть у этого есть какие-то свои основания, да, основания, вот, именно с того, что вы, значит, ну, выносили мозг, шантажировали его уходом, вот, свои, свои, и так далее. Вот, вот с этого есть причина. Вот, в принципе, то, что вам нужно сделать, да, то есть вы можете мужчине предложить начать, ну, как бы, знаете, отношения, да, к примеру, там, допустим, чисто, ну, чисто, дружеские, например, вот, отношения. То есть, чтобы его не напрягать, да, допустим. Вот. И, соответственно, это может послужить достаточно неплохим началом для ваших, ну, возможных отношений. Вот. И, собственно, это, мужчине поможет как-то адаптироваться, да, вот, это вам поможет и так далее. Но, без работы, без работы над собой, без работы над тем, почему вы поступили именно вот так, они как-то иначе, на мой взгляд, не получат. Потому что, и мужчина, у него, в принципе, были свои какие-то причины вести себя, ну, вот таким образом, да, как он себя вел. И, в принципе, у вас тоже были причины вести себя таким образом, каким вели себя вы, вот. И, в принципе, с объективной точки зрения нужно смотреть именно на субъективную, даже, ну, мотивационную сферу, да. Вот. Нужно смотреть именно в этом направлении. Решите для себя, что для вас, собственно говоря, важнее. Вот. Решите для себя, собственно говоря, что вам сильнее. Вот. И, собственно, действительно, расставьте приоритеты. И тогда вы уже сможете двигаться в направлении сейчас. Получается, что вы и хотите отношения восстановить. И, типа, себя не выставить в каком-то неприятном, по вашему мнению, свете. Что меня, пожалуй, смущает, да, что вызывает у меня вопросы, это, пожалуй, то, что мужчина вас долго добирал. То есть, здесь вот есть, знаете, подводные камни, когда человек долго добивается, ну, мужчины, когда, например, долго добиваются. А женщины или, наоборот, происходит, ну, правда, редко-редко-редко-редко-редко-образно бывает. Вот. У этого есть свои нюансы, и нюансы, они в данном случае таковы, что мужчина, скорее всего, ждал от вас, может быть, слишком многого, да, вот, то есть он ожидал, возможно, что, ну, что вы будете идеальны, к примеру, вот, а вы идеальны, соответственно, не стали, вот, и это его завжировало. То есть, что-то надо смотреть, и смотреть ещё и на то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, вообще. То есть, почему, по какой причине, вот этот мужчина вас добивался ненадолго. Это нужно выяснять. Следующий момент. Вы пишите, все было хорошо, начались конфликты и ссоры. Понимаете, если у вас действительно все было хорошо, то конфликты и ссоры не начались бы. По факту, любое, любое, ну, любое проявление конфликтов, да, любое проявление ссоры какой-то, это личные какие-то желания у человека, да. То есть, вы, к примеру, вы просто начали, допустим, перекладывать ответственность, допустим, на молодого человека своего, да, за себя, к примеру. То есть, вместо того, чтобы самостоятельно нести ответственность за себя в той или иной, допустим, ситуации, вы прикладывали эту ответственность на мужчину, вот. И здесь очень важно, очень важно здесь, понять, из-за чего конкретно были ссоры у вас, из-за чего конкретно были конфликты, вот. Чего хотели вы в конфликте, чего хотел мужчина в конфликте, вот. По какой причине вы участвовали в конфликте и по какой причине мужчина участвовал в конфликте. Вот, в принципе, можно дальше было бы посмотреть, ну, вашу совместимость на психологическом уровне, да. То есть, можно было бы посмотреть, насколько вы, ну, к примеру, подходите друг другу. Именно как, ну, партнера, насколько вы совместимы, вот. И для начала, если вы, вот особенно, да, если вы считаете, что, что вам, ну, ответственность, в том числе, лежит и на вас, да, если вы так считаете, вот. Что, ну, неплохо было бы, наверное, мужчину об этом известить, да. То есть, сказать ему, что, допустим, вот ты знаешь, я подумала, да, и увидела, что какие-то вещи я делал неправильно, например. Это было бы справедливо, вот. А так, видите, получается, что мужчина вам написал, ну, с твоей стороны, довольно важная вещь, что он думает вас плохо, да. Хотя, это, конечно, это, конечно, тревожный знак, потому что проявление невротическое. Проявление невротическое, именно в силу того, что не должно быть человеку без вас плохо. Вот именно, именно человеку, да, без нас плохо быть не должно. То есть, он, к примеру, может сказать, что он скучает там, или что он хочет, ну, допустим, допустим, там, не знаю, делать вас счастливой, к примеру. Ну, да-да-да, это так, это может быть. Но не так, что он говорит, что без вас ему плохо. Так что это, на самом деле, очень тревожный знак. Это знак от того, что мужчина в вас нуждается, и это значит, что он будет через вас преследовать свои какие-то цели, вот, и реализовывать свои желания. Вот, не потому что он плохой, не потому что он плохой, а просто потому что он, ну, вот, вот, потому что у него такие желания. Потому что он не удовлетворен, потому что ему действительно без вас, без вас, без вас плохо. Вот. Знаете, какая история. Поэтому здесь, конечно, надо бы сказать, надо бы для мужчины как-то вот, ну, мягко, мягко донести, что то, что ему плохо, да, это не то, чтобы прям совсем его проблема, но причины этого нужно выяснять. Вот. И что отношения не строятся так, по такому принципу, что у меня без тебя плохо. Отношения строятся по такому принципу, к примеру, что я хочу, ну, для тебя что-то делать. Вот. Ну и ваша позиция тоже интересная, интересная какая она. Да. Дальше. 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 То, что мужчина боится ответственности, да, то, что он говорит, что вот, ну, хочет свободы, хочет гайфовать, ну, это, конечно, есть такое ощущение, что человек, он просто для отношений засозрел. То есть, как бы, добиваться вас, он, в принципе, может, да, то есть добиваться вас, это, ну, не так, не так, чтобы, там, слишком сложно и тяжело именно добиваться вас. Ну, вот, потому что добиваться, завоевать, это, это полдела. Ну, куда важнее, да, чтобы человек, помимо этого, ещё и, в общем-то, смог вас удержать. А удержать вас он, судя по тому, что вы написали, удержать он вас не смог. Вот. И это, на самом деле, говорит о том, что человек в себе, ну, может быть, не совсем уверен, может быть, не совсем зрелый, да. Вот. То есть, вот, ну, как личность, не совсем зрелый справит. Вот. То есть, здесь, на самом деле, есть, ещё есть, вот, такие сложности, такие трудности, и вопрос, он, он заключается, на самом деле, только в том, да, какой мужчина вам нужен. Вот. То есть, вам нужен мужчина, который в себе уверен, да, или, который в себе не уверен. Вот, вам нужен мужчина, к примеру, там, допустим, зрелый, да, или, ну, или не зрел. Вот. То есть, вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. Дальше. Идём. Дальше идём. Дальше идём. Так. Вы пишите, что могла ему слез до слез довести. Вот. Через неделю сообщения, не вопрос, что он собирается. Сделать это не надо. Ну, смотрите. Здесь, вот, вы, да, перекладываете ответственность на человека, говоря о том, что... ну, что он собирается делать. Я об этом уже говорил, да, но я, наверное, предпочитаю ещё рассказать. Типа, повторение, мать, ученька. Да. Если хотите вы сам чего-то, да, то высказать то, что хотите вы. Вы можете, то есть, к примеру, ну, вы можете высказать такую идею, что вы, там, допустим, ну, например, скучали до человека. Вот. Да. Допустим. И это нормально, что вы, что вы, так, ему скажете. Вот. Это абсолютно нормально, если вы скажете ему, что вы, там, ну, к примеру, да, скучает, скучает. Вот. По нему. Вот. То есть, на мой взгляд, это более, чем адекватно говорится. Вот. И мне представляется, это так. А так получается, что отношения, как будто бы, нужны только ему. Вы сами, вы сами, что чувствует, машина к машине. Вы сами, что ощущает человек. Вам, ааа, самому как хочется. Как чувствуется. Вот. Ааа. Знаете, какая важная ответственность в этом. Вот. То есть, прежде чем, ааа, устанавливать отношения, да, подавить на, ааа, именно, своей личной ответственностью. Вот. Ааа. Дальше. Ну, по поводу игры я сказал уже. Ааа. Я считаю, так, мужчина не взрослал слов, нарушил обещания, после вместо отношений был равнодушен к отношениям. Мало взял мне внимания, не был ответствен со мной. Это комплексные проблемы, да, их нужно, ааа, ну, их нужно изучать. Здесь это обычные ожидания, неправильное, ну, искажённое представление о мужчине, искажённое понятие о нём. Плюс, ааа, возможно, есть ещё какие-то моменты. Вот. Значит, вот, я ожидал развития, но это не последовало до 5, да. Но я ожидал развития, но сами, мы при этом ничего не сделали, чтобы, ааа, это ожидание было. То есть, вы поставили мужчину в такое положение, если ему нужно либо преднаться за на всем, то есть, наступили на гордость к себе, либо ничего, ничего не писать, ничего не делать. Вы просто, выбрал второй вопрос, это мужчина. Вот. Вы поймите, если вы не будете своей роли в отношениях играть, то не будет, не будет ничего, ничего. На этом всё. Ааа, если вы чего-то боитесь, то давайте поработаем с этим, посмотрим, чего вы боитесь и как вам, как вам раскрыть свой страх. Ааа, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok